Привет, меня зовут Давид, школа Микурасон, и мы сегодня для вас записываем первый наш ролик, первое ваше занятие по сальсе. Мы специально подготовили для вас вот такое прекрасное помещение, вот такую классную весеннюю погоду, и несмотря на то, что я немножко еще не выздоровел до конца, но это не коронавирус, можете не убегать от телефонов, мы запишем все-таки для вас это занятие. Первое занятие по сальсе, это очень важно, потому что мы рассказываем про шаги, про базовые шаги, на них базируется все, и поэтому, пожалуйста, очень внимательно просмотрите это видео, и самое главное, повторяйте все, что мы вам будем сегодня показывать каждый день, чтобы к следующему занятию вы могли уже танцевать лучше, и уже на эту базу наслоилось все то красивое, и интересное, и ритмичное, что мы вам покажем в следующем занятии. Итак, мы начинаем ваш первый урок по сальсе, и вы молодцы, что вы сегодня с нами. Итак, поехали! Продолжаем наш урок, и сейчас мы будем учить сальс. Специально для вас, для тех, кто только начинает учиться танцевать, мы будем использовать самые понятные для вас термины. То есть, если это шаг в сторону, то будет называться шаг в сторону, если шаг назад, то будет называться шаг в сторону, чтобы вам было просто и понятно. Итак, мы учим первые пять базовых шагов сальса. Сейчас мы начинаем с ног, потому что танец всегда начинается учиться с ног. Мы сначала учим, как двигаются ноги, потом как двигаются бедра, и поднимаемся постепенно, постепенно выше. Вам нужно пока что сосредоточиться на конкретной части тела. Как только вы понимаете, что с ногами вы разобрались, вы начинаете обращать внимание на бедра. Как только вы понимаете, что с бедрами вы разобрались, вы обращаете внимание на ноги. Итак, первый шаг называется мампа. Очень просто. Мы делаем вперед. Раз, два, три и назад. Пять, шесть, семь. В стасе классический счет. Раз, два, три, пауза. Пять, шесть, семь, пауза. Итак, еще разок. Раз, два, три, пауза. Пять, шесть, семь. Вы должны помнить о том, что вы должны переносить вес тела на каждый шаг. На раз мы складываемся на левую ногу. На два, на правую. На три, снова на левую. И правой ногой теперь идем назад. На пять, на правую. На шесть, на левую. На семь, снова на правую. Что нам дает переносие веса тела? Наши бедра, когда мы становимся на правую или на левую ногу, начинают ходить вверх, вниз. Для девушек это очень важно. Еще разок. Раз, два, три и назад. Пять, шесть, семь. Парни танцуют печали, поэтому они могут расслабиться в плане бедр и двигаться более сдержанно в бедрах. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Девушки не расслабляются. Девушки двигают бедрами максимально амплитудно. Итак, попробуем сделать теперь с другого ракурса. Итак, мы делаем шаг вперед. С левой и с правой назад. И раз, два, три. Пауза. Пять, шесть, семь. И раз, два, три. И пять, шесть, семь. Запомнили? Мы идем дальше. Шаг в сторону. Начинаем с левой ноги. Двигаемся влево. Раз, и стали на левую ногу. На два, вернулись тело на правую ногу. И на три, снова на левую. Точно так же мы идем с правой ноги. Пять, шесть, семь. И раз, два. Три, два, три. Пауза. Пять, шесть, семь. И раз, два, три. Пауза. И пять, шесть, семь. Очень важно, когда вы делаете шаг в сторону, уйти на ногу. Да? Уйти на эту ногу всем весом тела. Чтобы бедро ушло дальше, чем стопа. Еще раз напомню, что девушки делают максимально бедрами. Парни с бедрами более сдерживаются. Попробуем все вместе. И раз, два, три. Пять, шесть, семь. И раз, два, три. И пять, шесть, семь. Другой ракурс. И начинаем влево. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. И раз, два, три. И пять, шесть, семь. Это будет шаг в сторону. Шаг назад. Вы делаете шаг назад так, чтобы нога, которая ушла назад, на одну стопу или на пол стопы ушла назад. Мы не делаем большой шаг назад. Мы делаем шаг назад. Компактно. Итак, попробуем. С левой ноги шаг назад. И спали полностью на левую ногу. На два вернулись на правую. И на три ноги снова вместе. Теперь с правой делаем то же самое. Пять, шесть, семь. И с левой. Раз, два, три. И с правой. Пять, шесть, семь. Попробуем другой ракурс. С левой. Раз, два, три. Пауза. Пять, шесть, семь. Пауза. Раз, два, три. И пять, шесть, семь. Очень легко. Следующий шаг называется перекрестком. Или паса-круссана. Он очень похож на задний шаг, но делается с небольшой добавочным шагом. Смотрите. Вы делаете шаг назад. Та нога, что впереди, делает шаг накрест. И следующая нога становится рядом. И вы на нее переносите вес тела. Итак, шаг назад с правой ноги. Вес тела направо. Шаг накрест. Вес тела на левую. И поставили ноги вместе снова направо. И раз, два, три. Пауза. Пять, шесть, семь. Пауза. И раз, два, три. Пауза. И пять, шесть, семь. С другого ракурса. Слева. И раз, два, три. Пауза. И пять, шесть, семь. Пауза. И раз, два, три. И пять, шесть, семь. отлично и 5 шаг шаг на месте мы просто давим виноград на месте перенося вес тела справа и наверху смотрите делаем 3 переноса веса тела 1 2 3 пауза и теперь справа 5 6 7 пауза и снова смех 1 2 3 пауза и справа 5 6 7 пауза этот шаг самый лучший для отработки бедер и мы сейчас будем говорить о бедрах смотрите когда вы переносите вес тела та нога на которой вы становитесь вы делаете круговое движение бедром когда переносите на следующую вес тела на правой и круговое движение бедром назад получается 1 2 3 4 1 2 3 4 сейчас катенька вам покажет на своих бедрах это будет более показательно и поехали 1 2 3 пауза 5 6 7 и другой ракурс 2 3 5 6 7 и стараемся и поехали 1 2 3 пауза 5 6 7 1 2 3 5 6 7 отлично спасибо вы увидели да что вся схема движение бедра заключается в том чтобы переносить вес тела со мной на ноги на другую и при этом делать восьмерку все очень просто сейчас мы попробуем сделать по музыку очень медленная сальса я думаю что вы успеете у вас все получится поехали чтобы Laurence Калминат как говорит восьмерку прокачана это сейчас мы посмотрим toward the door sole характер ты и шат с гором, и раз, два, три. Раз, два, три. И шат назад, и... И паспорт за рот. Шат назад, раз, два, три. И шат на ритм. И шат на ритм. Раз, два, три. И здесь, девушка, два, три. Девушка, два, три. Девушка, два, три. А парни включают. И поворачиваемся от вечеринкой. И это он в другую рот. Бамба. Рот. И раз, два, три. Дорогой. Дальше. Купер. И станем. Мы попробовали с вами шаги, как вы увидели, это очень просто, вам нужно будет только регулярно их повторять. И если вы хотя бы дней 5 повторяете их каждый день по 15 минут, уже через неделю, через 5-7 дней вы сможете их делать под музыку незадумываясь. Самое главное – это регулярная тренировка. А мы переходим к поворотам, потому что сальса без поворотов – это не сальса. Итак, мы будем делать повороты на 90 градусов. Очень просто. Поворот на 90 градусов – это задний шаг с небольшим заносом корпуса. Мы начинаем с левой ноги делать задний шаг и разворачиваемся в сторону. И разворачиваемся в другую сторону. Смотрите. Когда вы стоите на двух ногах, вы левой ногой делаете шаг назад, возвращаете левую ногу и делаете правую ногу шаг назад. И раз, два, три, пять, шесть, семь. В поворотах, как и в шагах, мы переносим вес тела с ноги на ногу. С правой ноги на левую и на обратную. И теперь попробуем это сделать с другого раза. С левой ноги разворачиваемся. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Очень просто. Теперь поворот немножко посложнее. поворот на 180 градусов. Этот поворот очень часто используется в сферсе и вам он обязательно понадобится. Итак, мы делаем движение с правой ногой. Смотрите, вы правой ногой уходите назад, делаете разворот, левая нога уходите назад, делаете разворот обратно. Все предельно просто. Только вы должны помнить о том, что все повороты делаются с помощью корпуса. Да? Правая нога уходите назад и вы корпус отбили назад. Вам нужно корпусом делать движение вперед. Да? Пружинку вот затянули, отпустили и ушли на левую ногу. С левой ноги вы делаете точно так же в другую сторону. Смотрите. Когда вы делаете разворот, вы должны развернуться на носочке. Да? Вот у вас носок, пятка понята. Вы на носке развернулись, встали на правую ногу, ушли левой назад, на правой носке развернулись, встали на левую ногу, ушли правой назад. Сейчас картинка вам покажет. Картинка. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Сейчас мы добавляем шаги, которые мы с вами танцевали, в эти два поворота. Итак, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шаги, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поворачивайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok